Франция начала активно налаживать военное сотрудничество с Арменией. Париж доставит в Ереван системы противовоздушной обороны и другое вооружение. Кроме того, французское министерство обороны приняло решение направить в Ереван своего офицера в качестве военного советника армянского оборонного ведомства. К чему же приведет столь крепкий оборонный союз? Обсудим с нашим гостем. К нам подключается Евгений Михайлов, политолог из России. Господин Михайлов, здравствуйте, добрый день. Добрый день. Что ж, Франция активно налаживает военное сотрудничество с Арменией. Мы наблюдаем и поддержку в воздухе и на земле. Вот как бы вы в целом прокомментировали этот союз и в целом для чего это нужно Парижу? Ну, знаете, я бы в данном контексте вспомнил бы недавнее интервью Пашиняна, в Wall Street Journal, где он говорил о диверсификации отношений с Российской Федерацией. Что-то не устраивает ОДКБ, что-то не устраивает в организации безопасности армянского государства. Ну, то есть, как обычно, армянские претензии. И вот на этом фоне мы видим интенсивную, так сказать, активизацию усилий Франции, а вернее, еще и тех, кто стоит за Францией, в том числе Соединенные Штаты Америки, по попытке взятия под контроль армянского государства с целью, на мой взгляд, создания возможного создания некоего форпоста на Южном Кавказе против Российской Федерации. Вы знаете, вот на самом деле, чтобы сделать мощное армянское государство, Россия могла бы сделать это очень, ну, гораздо быстрее, да, если бы Армения соблюдала бы все договоренности. А здесь придется вкладывать колоссальные средства, и вот все вот эти вот попытки, скажем так, поставок средств ПВО, которые на самом деле гораздо слабее, чем тоже Азербайджана, ну, то есть, там вот ПВО Мистраль, которые они собираются поставить, ну, оно предназначено там для сбития низколетящих средств передвижения, да, и прочее, то есть, для прикрытия групп пехоты, ну, не более того. У Азербайджана сейчас, на самом деле, одни из лучших образцов российской военной техники, которая считается лучшей в мире топа занимает, и, в принципе, с этой точки зрения переживать не стоит. Но то, что, в принципе, Франция, наверное, как бы пытается зайти каким-то образом в Армению, ну, вы знаете, это, опять же, плохо для Франции. Она теряет сейчас полностью влияние в Африке, как вы сами говорили, что сейчас многие, ну, предъявляют претензии Африк, в том числе страны Африки, скоро начнут предъявлять и обвинять Францию в геноциде. Франция сейчас фактически теряет политическое влияние. И вот, отрабатывая возможности свои в Армении, она еще больше потеряет свое влияние, потому что пока усилия Франции особо не предоставляют угрозы на Южном Кавказе. То есть, Азербайджан на это смотрит, и Россия, естественно, пока со скептицизмом. Но, если Францию поддержат, как бы, другие страны, которые начнут поставлять в Армению вооружение, и мы видим, как американцы тоже проводят совместные учения с братьями армянами, вот, то это уже будет вызывать большие вопросы. И если, опять же, участие Франции настолько усугубится, что Пашинян и его команда достаточно резко поставят вопросы об участии Армении в ОДКБ, о том, о надобности военной базы в Гюмрии и прочее, ну, тогда будут приниматься, конечно, более решительные шаги для стабилизации обстановки, для достижения национальных интересов Российской Федерации и ее союзников, коим сейчас является, в том числе, и Азербайджан, который подписал две союзные декларации с Российской Федерацией. Это не случайно. И вот Армения пытается усидеть на нескольких стульях. Это очевидно. И я думаю, что в ближайшее время, опять же, стоит учесть, что на фоне украинского конфликта у Европы резко снизились возможности помощи кому-то еще на стороне, потому что мы уже видим конфликт в Израиле. И я не думаю, что поставки вооружений в Армению будут большими, потому что производство во Франции тоже не резиновое. И опять же, нет достаточно дешевых энергоресурсов. А если они еще будут откровенно провоцировать Азербайджан с помощью Брюсселя, скажем так, то возможность получения энергоресурсов у них стоит еще меньше, так как Баку является одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов в Европу. И, как бы, я думаю, найдет возможности как-то этим давить. Более того, вы знаете, даже заявления в отношении Азербайджана делаются все равно как-то осторожно. Там какие-то сенаторы кто-то... Но прямых выступлений нет. Вот Макрон там что-то пытался говорить, а потом при этом же уже заявляет, что не надо давить, не надо ругаться с Азербайджаном и так далее. Так что, я думаю, вот эти все потуги Еревана с Францией, это как бы попытка показать некую самостоятельность, принятие решений. У них и денег нет на нормальное вооружение. Если только они подпишут какой-то договор с Западом о том, что они могут представлять его интересы, ну, то есть, как заинтересовать на какой-то период, ну, тогда, может быть, поставки будут увеличены. Но, опять же, мы видим на примере других стран, что когда надо тех, кем пользуются, очень сильно используют и выбрасывают. И вот, как бы, Армения на этом фоне также не была выброшена на обочину, но при этом уже разругавшись со своим действительно стратегическим союзником России и соседними странами, которые поймут, что диалога вести не с кем. Господин Михайлов, ну вот сейчас в целом наблюдается непростая геополитическая ситуация и то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке и в других частях света. Вот, как бы, зачем Франция хочет разжечь новую войну? Вы знаете, я думаю, что она не хочет. Она делает некие попытки играть в ту самую пятую республику, о которой говорил Макрон. Мощная страна, мощное государство. Это он говорил там 2-3 года назад. Он пытался даже заявлять от некой обособленной собственной армии Евросоюза. Ну, мы видим, что сейчас Европа полностью легла под пяту Соединенных Штатов Америки. Нет самостоятельных решений нигде фактически. И вот Франция, даже в вопросе участия своем в Армении, я думаю, полностью консультируется, конечно, с основным своим западным куратором и партнером. И, как бы, вы знаете, вряд ли эта слабая сейчас страна что-то сможет сделать на Кавказе. Пока британ, пока американцам будет интересно попытаться сделать очередной конфликт у границ фактически и в зоне интереса в Российской Федерации, они будут это пытаться делать. Но, опять же, вы сами сказали, что сейчас творится на Ближнем Востоке. Я думаю, сейчас всем станет не до Армении. И, опять же, вот та же встреча, которую организовал Гарри Башвили сейчас между представителями политиков высокого ранга Армении и Азербайджана, говорит, возможно, скорее всего, о некой такой нейтрализации ситуации, стабилизации. То есть, сомневаюсь я в том, что тот же Гарри Башвили является основным инициатором. Он грамотный политик. Он действует в интересах, опять же скажу, сейчас в основном в интересах собственной страны. Ему не нужен конфликт у своих границ. И, опять же, я думаю, ему и посоветовали, с кем он тоже является партнером, побыть некой такой площадкой переговорной. Несмотря на то, что Грузия отказывается участвовать в формате 3 плюс 3, Грузия не прекращает попытки, опять же, налаживания отношений с Российской Федерацией. Мы это видим. Мы это ценим. И в данном контексте, может быть, Гарри Башвили тоже взял на себя некую такую ношу помочь всем странам в регионе. Как-то договориться, он же не участвуя в 3 плюс 3, он взял некий такой нейтралитет в лице грузинского правительства. И вот пытается, видимо, не допустить конфликта. Все прекрасно понимают, что Франция ничего собой не значит. Господин Михайлов, большое вам спасибо. Спасибо за ваш комментарий. До свидания. Всего доброго. Я напомню, что к нам подключался Евгений Михайлов, политолог из России. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!